либо как-то вот играть через виндрейнджер со Слордаром и вместе с Дарксиром, да, там можно пикнуть в принципе Слордара на сейфлейн вместе с геррокоптером, чтобы там саппортить этим Слордаром, но тогда нужно взять еще что-то наподобие Рубика, например, 0 раз, да, ты говоришь, да, ну вот, пожалуйста, 0 антимагов из 10, да, у Вегас Кавадро, ну, не знаю, может боялись MVP этого персонажа, ну, мне кажется, что это такой бан в молоко был, кажется, Вега его бы не пикнули вообще ни про каких бы обстоятельствах, даже если бы он там заходил, может быть, реально бы заходил, а не просто не играя, ну, он совсем на других героях Паша играет, да, поэтому довольно странный бан, не готовились, похоже, что, да, тут усики, я смотрю, не очень хорошо Вега идет, 43% играет, ну, Вега забирает Пайпера, интересный, конечно, выбор, неплохой герой против геррокоптера, может, в общем, показаться, но что-то да, ну, и мне на самом деле Вайпер просто сам, сам по себе как-то вот не нравится как персонаж, он, конечно, хороший, но вот мне не нравится за ним наблюдать, потому что он, ну, такой какой-то вот Такого, конечно, с нами не давно играли, и там был момент, где Миракль имел больше клипов, чем все, наверное, вместе взятые, и все равно проиграл На Вайпере? На Вайпере, да, это было дело Своеобразно, скажем так, он был хорош вообще Понятно, он на этот раз был, я не знаю, мне кажется, запредельный Битомы, жуткий, Hero Damage нереальный Но проиграл Вайпер не выигрывает нитья Ну, выигрывает не тот героя, у которого Hero Damage лютый, а тот, у кого трон не упал Он прилипировался бы, он явно неплох Да Баница Queen of Pain у нас также Дубу Ну и что тут? Что тут делать? Три кор-героя уже забраны И Феникс им нужно сейчас постараться добраться по... Ну, я не знаю, Винтер Виверна очевидный, по-моему, вариант здесь Просто очевидный Ну, вот как ни крути Просто если, опять-таки, ну ладно, бог с ним, с этим Слардаром Виндрейджер, так Виндрейджер, нет Слардара, и ладно Так можно попытаться как-то сыграть Но, все-таки, я считаю, что Винтер Виверну здесь просто необходимо пикнуть Просто необходимо Это и отличная комбинация с Дарксиром и Гирокоптером Это и сам по себе герой хороший БКБ пробивает, сейвит от Тускара, там, от физического дэмэджа Ну, вот, ребята пикают Слардара Я вот говорил, вот, пока мы с тобой, там, смотрели про антимагов, про всяких, да Ну, типа, да, Слардаром можно играть с Гирокоптером Но тогда тут уже Виверну как-то, вот, ну, не пикнешь Тут нужен Рубик, вот, реально нужен Рубик в этот пик Рубиком удобно, что ты всегда у Вайпера, он ли ульту, как бороишь Да, 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 и всегда можно пытаться сорвать и без мастеров И на линии, там, очень хорошо с Гирокоптером То есть подстан кидать, под Рокет-Бараш кидать Короче, тут нужен Рубиком, и пикнешь Не, на самом деле, если ты рассматривать как связку с Гирокоптером Это можно, эти герои получишь, которые просто будут давать дизейбл с большим количеством урона В этом плане Рубик не самый топовый парень В плане дизейбл не самый топовый Но, в целом, по игре он смотрит ценовый рап, потому что это всегда может сорвать Вайпера Всегда сорвать Вайна во время каста Сорвать на подсейфы Тускара Сноубола, допустим, против которого не будут сами готовы воевать Вега Ну и... Да, без мастера, птица без мастера, тоже 10 из 10 из ПВ Да, как вариант Поэтому здесь либо Рубик, либо Винтер Виверна Что предпочтет Дубу в этой ситуации, я не знаю Скорее всего, он сейчас пикает героя для себя Ну, банится Винтер Виверна Семой То есть, тут нельзя сказать, что Сема там как-то поступил правильно или неправильно Он просто поступил по своему усмотрению Да, Винтер Виверна здесь герой действительно, который очевиден И очевиден он был на четвертый пик Но, скорее всего, ну, мне кажется, если бы на четвертый пик забрали Винтер Виверну То шанс того, что на ласт пик Сема бы забанил Слордар, он, в общем-то, меньше нежели Он равен нулю, потому что есть гера из линии Дарксир, Харда, Винранер, Мид И куда Слордар ты хочешь поставить, вообще непонятно Ну, да, 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 поэтому... Это сопортивный, и в любом случае не стоит опасаться на этой роли Поэтому его бы никто не банил Вот, Рубик, как мы с тобой, собственно, и думали Так что... Тут одно из двух Либо бан Рубика к Винтер Виверну, либо бан... Винтер Виверну пик Рубика Может, всегда, этого Врейскинга взять Тоже неплохо взойдет Как вариант... Врейскинга, Врейскинга, Врейскинга Врейскинга, Врейскинга Да, можно, можно Врейскинг хорошо заходит Эмбер, Эмбер, Эмбер Вот сейчас, кстати... Думал я про Урсу, но потом отпикнули ВРК уже не так приятно смотрится Потому что и Торсир будет убегать, и ВРК будет убегать А он все вряд ли, и Кентавр Жирный и даст всем Мужпида Даст всем замедление Нет, то есть... Хорошо будет ВРК смотреться Никто не даст ей убежать Но АПРУ будет их подгонять Ой, не знаю даже Сомнительно, что Паша дадут кентавра здесь, конечно Они это делали и на пару раз, определенно Сейчас... Пока не закрыл О, посмотри, ну вешать здесь 6 раз, 5, 5... Да, неплохо Так что... У них явно получалось с этим героем Поэтому я могу представить, что он здесь будет Дополнительного времени мало осталось у Семы Нужно все-таки решать что-то Они там кости бросают Какого героя фикнуть лучше? У Паши специальные кости, на которых 6 героев Фрескин, Курса, там, Эммер Ну вот Джаггернаут у нас появляется Дупал Джаггернаут вверх Джаггернаут тоже, кстати, неплохой герой В общем-то и против Виндрейнджера Как раз против Виндрейнджера и плохой То есть ты не можешь крутиться Примерно никогда Потому что она тебя просто убивает За время крутилки Ну мне казалось то, что вот за счет Виндрана Ну, типа Джаггернаут в Омни Слэш ее может пробить Пока у нее Виндран есть Ну, да, наверное... Ну, что-то дело, что проходят исключительно Отлички, которые ультовые То есть без доптичек за мус-пид За атак-спид, точнее Действительно она, имея там 900 хп Уже не умирает даже от 11 ульты Поэтому... Не то чтобы Джаггернаут хоть сколько-то являлся Полной контролевой ВР-ке А она наоборот То есть вот если ты выходишь Из Амни Слэши в противку Она нажимает ульту и все А ты уехать не можешь Убежать не можешь Ты, конечно, не можешь Просто умираешь Ну да, наверное, так оно и есть Честно скажите Вы врубаетесь Ну да, да, скорее всего Потому что до этого нам сказали Что, мол, Russian Casters Вперед Не Russian Analytics Russian Casters Ну ладно, в любом случае Смотрим Prepare for battle Ну что ж У нас начинается Вторая карта между командами MVP и Vega Squadron Друзья Всем снова привет С вами Force и Inmate Ну и можно пока что Представить команды У команды MVP Ко играет на Windranger Raizen на Рубике Forex на Darkseer MP на KiraCopter И Doom на Slardar Всем The Slayer на Байне Соло на Туттере Ну, будет на Вайпере Мак на Рексаре И Япаша на Джаггернауте Не замечу, что все-таки Тусик это саппорт Как я вначале Подозревал Да, решили Как и Slardar Решили Магу все-таки Отдать более Такого подходящего Героя Для этого Игрока Он на Бестмастере Играет достаточно часто Да и вообще Бестмастера Vega Squadron использует Периодически Да, периодически Его реально используют Пока не закрыл Смотрю Что у нас тут По run-контролю MVP хотят Забрать руну На боте, наверное Но Vega вряд ли Смогут по контесте Им вообще особо-то Это и не нужно делать Потому что на топе Они свою руну заберут И они прочекали Что по линиям В ботом приехал Герокоптер с саппортами Все их устраивает Оставляем Бестмастера внизу Забираем Руну скопил Вон там вайпер На руну встал Вообще Ничего не боится Как будто Уверен И забирает Все Мидеры Рунами поменяли Время ехать Совуха Как то можно пытаться Видеть соперника И доджить Все эти выходы Фореф на первом левеле Вкачал И оншел И Сема пытается Его Отзонить Смотри как круто Сделал Маг Привел сюда не вард А кабана И убрал отводы Если Слардар ходит И еще Вот Здесь Походил А нет никого Нет ничего Не может найти Кушал танго Вот Специально Да с полными хитпоинтами Чтобы как туда болталось Да и вот смотришь что нету Кабан умер Они сейчас принесутся на 3 Не найдут вард Протратят деньги А Маг принесет себе Просто еще одного кабана Например Если захочет А ну Просто тут уже вард какой-то поставлен Поэтому кабана Туда так просто не протащишь Уже будет понятно Ну можно им там конечно Как-то помансить Побегать Потянуть время Чтобы он действительно спаун заблочил Но Да те же не обязательно Ну Посадить его там Пусть сидит Привести к нулевой секунде На там точку Все нормально сразу Нет отвода Нет проблем О вон кабан побежал Оп Все я в домике говорит И Ребята без отвода Напоминает этого раннего Адмирал бульдога Да С тринтами Когда он там тринтами Блочил Варагу Все Блочил Да Вызывал пачку на базе Вовремя Вызывал поприлет вторую на топ По прибегу Ну мы видим то что Да Ну пока что на миде стоять очень комфортно Он жестко перефармливает виндрейджер Скорее всего ситуация в дальнейшем ухудшится Для Мидера команды МВП Ну и тут его заставляет виндран Прожать Да все очень-очень плохо в эрке Ботла Нету даже в помине Прожимает фласку На мага Выходит ду со спины И Видел это прекрасно максведи по всему Поэтому мать здесь сейчас в лесах Боже какой же наглый дайв Команда МВП Но тут мага конечно не забрать вообще никак Он может просто прорубить эти леса Я не представляю Зачем они побежали Столько времени потратить Столько денег Упущено Опять же урон получит От вышки Хотя по дворе Каждый Даже три он получает Квардар Говорят джигернаутом Вот не так просто Стоять против Дарксира Вот прям так совсем Да Если тебе саппорт не помогают Не гоняют его То он тебе аншеллами может заспамить И реген у тебя скоро кончится Всегда можно было взять Базилу и Хилвард скачать В своем проблеме Ну это понятно Проблема будет Ну частично решена Да действительно Просто в таком моменте Дарсир фармит Что скорее всего тебя не устраивает Поэтому лучше просто попросить себе Плюс одного тиммайта На топ который будет гонять ТС И не давать тебе щиты Или там не больше одного щита Ой какой же неприятный он шел Ну правда Тускар правда Добил этого соваха большого Так что Тут конечно Проспамить то Форев успел И почти добил соваха Но не получилось Он по итогу деньги Соло отдал Правда Соло бы его так добил Что он у нас тут скаутит Птица Птицу ищет Ладно За птицу кстати реально много дают Поэтому Вот Потратить фейтболт на На Это Реально рентабельно То есть за него Экспы много Да Экспы дают реально много Экспы То и того Как говорится Как говорится Ну В инвизи Ну Наверно Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Маг же с тапком начал. Маг с тапком начал. Маг быстро бегает. Ну да, вот Сардак тоже покупает себе Докмум Спида. Теперь готов куда-то врываться. Наконец-таки у нас Ферст Блак на топе происходит. Паша зонный слэш убивает Дарксира. Но это был вопрос времени на самом деле, когда Дарксир на топе погибнет. Ну, то есть, либо Дарксир, либо Бестмастер должны были здесь погибать. Потому что в миде Виндрейнджера она вряд ли от Вайпера погибнет. Прям, ну, если совсем какую-то ошибку допустит, то да. А вот Бестмастеру и Дарксиру им ошибиться проще всего. Где-то Сураж криво прожал, сразу же там какие-то шарды получил. Он не слэш, он там Блэйдфури и все. Получите место у Кремлевской стены. А в Войте что дошився, я получил голдаун налицо, бараш тоже заканчивается. Да, 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 да. Поэтому... Смотри, смок готовит, готовит. Вот второй раз уже MVP выходит на мага. Мага поднимают и сразу же наследует два телепорта от команды Вега Сквадрон. Он получил краш-маг, запереть дубу в шарды не получилось и MVP просто отступает здесь. Правда, MP получил много демежа, но у него есть фласка. Он всегда отопьется ей при необходимости и будет дальше стоять и фармить. Ну, пока ничего нового. Пока команды просто фармят. Дожидаются Вега Сквадрон мекки на вайпере, чтобы идти в пуш. Он даже тапок себе решил не покупать. Настолько быстро хочет эту мекку вайпер. Идея не такая плохая, потому что урона нет. Слайдар будет вообще не об уроне. Рубик, понятное дело, тоже не об уроне. Получается, что ДС и там заобнирован четвертый уровень не об уроне. Если они прямо сейчас пойдут ломать Т1-Т2 вышки, то они вполне это и могут сделать. И одномеке им вполне хватит, чтобы не выжить. Да, главное, чтобы соперник в ответе не так сильно сплитпушил, потому что... Есть с чем наказывать сплитпуш. Где-то где-то, конечно, ошибся, выехал соло. Или бестмастер может там телепорт бить, даже который в БКБ. Хотя тут БКБ еще очень не скоро появится, если только у гирокоптера какого-то. И там после Сенчин Дьяши вполне вероятно здесь будет БКБ, потому что... Ну, против вайпера, что-то покупать себе Блэк Кинг Бар не хочется совершенно. А прямо сразу лотус. На самом деле много чего там критит. И Байна, и Ригернаута, и вайпера. А как он как-то стрит, Джигернаут? Если на тебя кастит, он не слышит, то на него... То ты на него прыгаешь, а он нет. Ладно, серьезно? Ну, то есть, если есть другие цели, то вы оба прыгаете. Это как Уч, то есть, он тебя жрет, но на самом деле ты выйдешь. Если не двигаешь, Сири Бэйн. То же самое, просто ты его держишь в руках. Слышь на месте. Пытается, да, соло поймать здесь. Он пришел проконтролить рунку, но его тут ждало слишком. Проконтролил. Слишком много народу его тут ждало, поэтому не выжить никак совершенно. Не получится. Продолжает Бэйн охранять своего кэри на топе. Пора, наверное, на Нетворкс переключиться. Неудобно, ничего не видно, поэтому переключаемся руками, а не биндами. Так, вайперстрайк пошел. О, соло 9. За счет Виндрана, да, конечно, ему тут проблем доставить не может больших. Разве что он перекрипал его на тысячу золота за 8,5 минуты. Это действительно результат очень хороший. Эмпи вместе со своей командой сейчас фармит твой лес, который там на стакале. Еще одного сокола забирает рейс, отключает от него экспу. И мы видим то, что у Рубика 5,5 левел на 9 минуте. Ну, наверное, не самый плохой результат, который только может быть. Потому что вот такие фулл-саппорт, или кто здесь вообще фулл-саппорт? Дубу, наверное, фулл-саппорт. Он у них на такой позиции играет. Ну, все равно Рубиком там быть практически шестым левелом, там, ближе к 10 минуте, это приятно. Ну, вот появилась мяка на вайпере, плюс у него еще и тапок имеется сейчас. Смог покупает тускар. Можно попытаться что-то сообразить там на боте. Надо сделать фраг на любой стороне, сразу забрать вышку. Можно приехать в мид, уметь, забрать вышку. Приехали в бот, уметь, забрать вышку. Пора уже. У меня гипик совсем не ологеми. На самом деле. Если сравнивать их факт с Лордаром, ВР-кой и Гирокоптером. Поэтому стоит где-то вот уже шухер наводить. И вот смотри, Паша, откуда он сегодня в ульт, и Смоги отправляется вот вместе с Соло. И они найдут Гирокоптера. Да, причем самую такую приятную цель нужно сразу же давать ему не слэш. Блейдпури юзок, Блейдпури пошло, Эльпи еле-еле выживает. Правда, пауэршот отправляет нас в саверну Тускара. Неужели не догонит Паша? Не догонит. Не догонит. Не догонит. Но тут телепорта нет у Паша, он юзает Квилинблейд для того, чтобы сгрызть ёлочку. И неужели его не накажут вот за вот это? Реально похоже не накажут. Нету героев, которые способны Джаггернауту здесь хоть что-либо сделать. Вайпер, кстати, если грамотно сыграет, может и помощь этого щита Дарксира убить Дарксира. Потому что за каждый его юз вешается новый коррозив скин. И если вот вайпер сейчас подставится... Не-не-не. Ну, там Мау-Е. Ну, в смысле, там он убежал за рейндж далеко. Да-да-да. Пофиксили, да. Вайпера таким вот образом. Но все равно я смотрю на его здоровье. Вот эти 170, то есть 1-2 стака лишних, если он поймал. Ну, вполне могу умереть. Там 25 тик идет. 4 секунды, то есть с одного раза 100. 4 секунды стоишь, под щиточком рядом. И Дарксир умирает. Дубу вынужден где-то получить свой 6 уровень. Саппорты команды Вега имеют 6-4 левел. У Семы есть финсгрипы, если на топ будет. Да-да-да. Дубу, скорее всего, погибнет. Хорошие топорики от Мага. Идут колдаун от МП. Соло придется продать. Он отсюда уже не уйдет при любых обстоятельствах. Постарается... Дай ему пару секунд. Но нет у него шара. Был бы шар, потянул бы время. Он просто и так неплохо времени выиграл, по крайней мере. Мага точно отпустили, он Дрик бежал. Даже сам по себе идея вот так вот побегать, если дают, она имеет смысл. Тут уже скоро первая пачечка Некров у Мага появится. Сранно, что он, стоя на своей линии, вообще никак не постакал рифчиков. Хотя, в общем-то, он там... Он убирал с фото леса, у него не до того было. Там Кабан-то он один. Точнее, их два, но вот они не очень вовремя умирают. Тяжело, да. Тяжело там тайминг так подстроить, чтобы и лес заблочить, и крипов стакнуть. Да, и тем более, сам он, наверное, этих крипов действительно бы долго забирал. Ну, у него не Макш нет пары, вроде как. Да, то есть 2-4, где-то раскачивает по этому. Сейчас, скорее всего, Макш будет прокачивать ауру. Уже пора бы. Вайпер покупает... ПТ, ПТ Мека, все в порядке. Очень плотный персонаж, очень много у него хитпоинтов. Чем там Дарксиро занимается? Просто фармит лес. Да, Дарксиро занимается тем, что просто фармит лес. Поймали дубу в Финзгрип. Паша не стесняется юзить в Блэйдпуре. Рейзен ворует этот Финзгрип, кстати говоря. Ну вот, началось тут с Рубик-6. Ты всегда можешь при юзе своровать ульту Бейна и всегда сорвать ульту Вайпера. Вообще всегда. И тем самым Рубик может джить сейчас и много вносить в драку. Где-то в мид вышел, Вайпера поймал. Все. Ты там вышел ботом, допустим, с ультой. Рейзен поймал. Все. О, я даже не знаю. Поймать здесь Вайпера... Не поймал бы он тебя потом в ответ, потому что... Четвертый король. Это второй вопрос. Ему мы вернемся позже. Опять же, кстати, он ману будет высасывать за счет Финзгриппа. Чтобы не получится Вайпера убить. Мне бы не хватит после этого ману и на ульты, на Мекку и поплеваться. Довольно неприятно. И, видимо, под Смоук встали очередной раз веговцы. И от Караули думают, сейчас или на Опер нападут, или сами отправятся куда-нибудь в Смаке. Випи на топе. Вместе со своей командой тоже, кажется, собираются какую-то спланированную атаку сообразить. Да, юзается Смоук и Миле. И куда байтс на дубу. Да. Первая пачечка Некров у мага появляется. Восьмой левел. Аура вкачана. Если кто-то попадется, то за Рор его, конечно, маг просто уничтожит. С Некроми, даже с первыми. Не говоря уже о каких-то других грейдах этого артефакта. У Паши проблемы, вроде как, приближаются. И у Кио тоже. Паша начал убегать в нужную сторону. Кио убегает в нужную сторону. Так, встреча. Вот видишь, интуит. Хорошо, так уртует. Да, досталось здесь Пашу. Очень серьезно. Вайпер страйк. Но заходить на этот хайграунд очень не хочется. Сзади подходит маг. Юзает Некров, Рор, Кооп. О, еле-еле живое отступает, но не уходит. Пока что размен 2-2. Умирает еще и Вайпер. Сбирает с собой в таверну Рубика. Продолжается погоня за Соло. Хороший краш. Отправляется в таверну Тускар. Маг здесь один. Но у него есть пачечка Некров и первая Аура. Он старается как-то размансить здесь. Пытается уйти в лес. Вызывает Кабана. Кабан может дубу замедлить. И, может быть, даже маг попытается его убить. Но его там видят. Он под амплифай. Поэтому в любой момент на него там могут напасть. И крашам нанести много дэмэджа. Поэтому здесь лучше отойти. Что у нас там, кстати, за Fight Recap получился? 2000 золота получили MVP за эту драку. Хороший выход вперед. Прям рывок такой своеобразный совершили сейчас. Азиаты у них... Но они много прагировали, поэтому не больше дали. Ну да-да-да-да-да. Им нужно Меку все-таки доделать на Dark Series. Им нужно, чтобы Виндрейджер там свой аганим доделал. Чтобы у него опять-таки статы какие-то были и плотность. Вот. Но здесь основная проблема команды Вега в этой драке была в том, что, ну, Джиггернаут уничтожили просто сразу же. Плюс пришлось ребятам заходить на хайграунд. Это всегда неприятно. Когда там еще и стенка. То есть ты поднимаешься по лестнице, сразу же попадаешь в стенку. И Солов хотел всех под Айскраш, а не Айскраш, как это называется. Судземинкраш от Слардара, потому что не видел его. И, ну, тоже неудобно получилось, что вот парень стоит и в него вкатывается, чтобы он достанял. Он покупает Яшу, будет делать с Энджинд Яшу. Очень тяжело пармить вайпером. Это такой главный, наверное, недостаток этого персонажа, да, что он не является мобильным героем и пармить быстро он не может. То есть он там, да, реально может пофармить лесочек, но он это делает медленно. Намного медленнее по сравнению с другими мидерами, тем же самым Шэдоу Синдом, да, которого сейчас пикают все, кому не попадя. Потому что герой действительно очень хороший и опасный. Вот у нас Рубик занимается тем, что ворует вайпер-страйки. У вайпера собственного, у которого больше ничего, собственно, ну, своровать нельзя, кроме этого вайпер-страйка. И Герокоптер фармит Энджинд. Что тут? Вега ничего не собираются с этим делать. Я не верю, что они знают. У них есть капланчик, есть псов, есть птицы, но они не посылали, поэтому. Радиенс Мидл Тауэлл, возможно, если нет, вот сейчас упадет птицы, сейчас они пойдут. Да, вот успевают ли? Может, успевают. И вот птицы спали, да, поморгали. Как сочные, стоят. Радиенс Мидл Тауэлл, иди забирай. Кринотожитель срочно на сейф. Вот Жигернауту он там БФ свой пытается доделать, ему еще не так уж и быстро до него. Да, за этих Энджиндов, походу, сейчас будет реально борьба разворачиваться. У Бистмастера вторые топоры, Некра сейчас должны появиться. Третья пачка там нет. Третья пачка нет. А, вот, кстати, БФ летит. Жигернауту. С этим БФом реально можно попытаться что-то придумать. О, правда, попался у нас Финс Грипп, отправляется в таверну. Это отличная возможность для команды Вега Сквадрон сделать вот этот вот пиков, да, и пойти забрать всех Энджиндов. Боже, как же неприятные. Похоже, не придут сюда контестить свои стаки МВП, потому что их элементарно убьют. Меньшинство, они тут находятся... Слушай, а саппорт с Лордар у нас тайгер откуда-то вынес. Вот так вот. Вообще непонятно, откуда у него появился этот блинк. Заявка. Она такая хорошая. Крубик в соло убил тусиком где-то. своровал у него шарды там да еще кому же вот она была ульта вайпера фейтболт и своровал у него шарды даже не стал кидать так платил урона загулял соло туда чуть закулял смог покупает нас мвп надо как-то собраться опять же то есть в арке срочно нужен буст по голде на гоним срочно нужен буст гирокоптеру по голде на бкб у них есть даггер сардаре все на все все сложилось так что надо тиграть кого-нибудь может быть заодно вышку где-то забрать то есть вижу них проблем то что они забрали только на ушку в топе и в виду вышка побитая стоит но стоит моте вышка побитая стоит и ухать хочется хочется пока не может но хочется его циклой смог какой-нибудь ган кого-нибудь убить не сидит там по лесам но пока что мвп действительно просто сидят по лесам они постоянно находятся в поле зрения игроков вега сквадрон потому что мы видим очень хорошие варды на территории у мвп стоят дело-то такое жило куда-то выйти смог и хотя соглашусь с тобой им действительно нужно смок реализовать раз уж он у них есть нападает на пашу но похоже продолжение не последует но без виндрейджер как убить этого джиггернаута вообще непонятно от колдауна увернется от ракет баража увернется еще и убить ножки да еще и убить может действительно если там подойдут какие-то плюсы вот смок нужен просто как воздух команде и потому что у них хорошая возможность забрать рошана если они сделают фраг с этого смока то они впоследствии должны забирать и т1 вышку и рошана это как раз таки та ситуация в которой игра может поменяться с ног на голову хорошо на кстати вот хорошо и у одной игрой команды с одной стороны есть мастер который даст себе ауру надо хватать спит поэтому довольно быстро просто его забьют за второй стороны симплифайд поэтому драку за рошана тоже надо записать куда-нибудь в блокнотик и смотреть туда постоянно и ребята могут в любой момент сорваться и пойти подраться да даже вот вегас квадрон в общем-то могут попытаться рискнуть элементарно просто там зайти на этого рошана и быстренько ну или вот например к у нас подцепили придется в него наверно или не придется давать рорда его и так забрали еще и теперь на рошана надо дадить все же все телепорты поделали паша тоже где-то здесь заходи забирай и сделай тебе скорее всего ничего не смогут да есть ds со стенкой но вроде хочет дагер видишь там стоит на фарме 2000 него есть и скорее всего он не пойдет драться грошана имея вот такой полезный но это вот возможность для команды mvp было что на предыдущей карте что на это и перехватить инициативу на карте потому что сейчас мы видим то что и в экспе и в золоте mvp проигрывают и там в открытом бою им действительно тяжеловато приходится потому что герои очень плотные есть мека бэйн очень жирный которого забрать тяжело то есть за порт у вегас квадрон просто феноменальные убить тяжело что того что другого есть мастер есть два скилла которые даже какие два три есть три скилла которые дизейблит бкб да и там бкб то в общем то нету да и это и не важно просто сам факт скил очень жесткий на топе mvp прессуют вышку нападает на ну на сейчас ставится стенка но это ошибка нападать на вайпера это вообще так себе идея тем более на вайпера у которого есть некое стики а вайпера забрали вот тут сейчас будет происходить дальше юзается рор в рейзона рейзер умирает бегут дальше за фори вам фори 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 прошу прощения получать шарды получать несколько тысяч от соло отправляется в таверну но они начали геракоптера можно забрать жаир цель той вот бежать догонять не лежит он бежит за этим и правда нету вижу на импи прячутся в лесах если будет унислэш его нет погибнет да унислэш критуля критуля . блэйд фурии и это фраг отличная работа хорошо главный уверен то есть он понимает что урона хватает с батл фурии то он будет сильно хотя бы одна . если вылетает вполне урона хватает вот он нанес там 1477 рон довольно неплохо и только половину за ульту да мне кажется за ульту даже больше он это натискнул график показывает есть принудение на скилл ну да это понятно я не успел просто посмотреть мне казалось что он там практически все хитпоинты этой ультой снялся нет я про то что именно тычками которые ультовыми да вот он нанес пол хп но при этом он еще же наносит свои за счет атак спиды и вот хватило на одну на 2 атак спиды поэтому он об довольно много гирокоптера выбил именно счет того что сам по себе лупит на две сотни дам там анта почти готова или уже даже готовы да уже готова манта у паши быстро гейзаге он деньги берет и в 12 тысяч не отверстили вроде бы тут тут по форме вот вроде бы только сделал раз монта готова да действительно артефакт очень быстро появляются у джиггернаута чем довольно дорогие если мы к фурии до пяти манта уже увидишь кстати стаки забрал чужие все-таки не будем про это забывать их вайпер забрал он с них стоколы получил всего я вот не братья я открыл этот смотрю вайпер об 100 здесь то свяга тогда они просто так сыграли интересно не дождались бфа на своем кэри и потом только вот пошли забирать как-то эти стаки забрали одного из вражеских героев то ли там бы то ли виндрейнджер то ли там бардара как увеешь даже не вспомню кого не там забрали спокойно выдачивать смака почему ему ты нормально реально не страшно рейзен ворует плейпурью здесь порта тут есть рорда подходит мак юзает свой ультимейт и отправлять таверну искать кого-нибудь они могут найти сардара так и вот вот тут птица все видит видит вот лордар жидит свой телепорт элементарно вот непонятно вот почему дуну стоял который раз мы с тобой видим как один из игроков команды mvp просто жалеет прожать телепорт сиропа то будет его делать конечно дождь это море погоды он ждет пока он в последний момент его там начнет или пока у него шар этот покатится там или что чтобы что-то что-то себя принять да это как бы такая прям явная мне кажется ошибка все-таки от команды мвп ну и убеды с квадрону то не сделали пару фрагов причем на таком достаточно ровном месте у них есть они есть у них есть третий некра аура без мастера четвертого левого и тяжечко со стенкой сейчас от полева но тут метра и даже после колдауна в общем-то все живые ну получает вайпер страйк свой собственный же от рубика ну ну вольно кстати сейчас надо да да вордом и заходить второй раз опять же айгис есть и джаггернаут не тратил ульту на те два фрага у него и тебе даже более скажу тогда ульты просто не было это в один секунд было когда то есть гипотетически на если бы он нашел слайдара он бы успевал его с ним уже с ним пробивать да постарается забрать играет сейчас если будет подойдет будет просто пытаться меня подкидать он не самая лучшая попытка что-то здесь сделать и паша сейчас просто юзает том неслэш крипов нету но много очень героев поэтому демош распределяется хотя фори его должны забирать не о том что уходится уже последний тычка залетает от вайпера даблкил от ну намного урона получил всем а летит колдаун паша юзает в лейтуре просто отступает отсюда хороший павершот тема еле-еле выжил шакляп прицепила ну на ну на усыпили есть еще форстаф его форстафе всем а хорош но он кастует меня ку ворует наверное вайпер страйк да здесь ворует вайпер страйк вас конечно же рубик и и получает финз гриппа темы которые замансил в леса сейчас будет новый хилвард от джаггера может еще поставили вроде как летом потерялся и можно заходить забирать сторону минус 3 нету ток нет вообще ничего и минус как бы т3 вышка за ребята начинают митры джо в барак особо не принимают в этом участие работает только некра бежит дубу дубу хочет напасть кашет всему юзает амплифай дэмэдж ну и вот у нас собственные итоги драки три игрока погибло у команды mvp а паша потерял просто ей отображает просто убить кабана вот стоит кабан там 30 хп выжить и у барака они просто не хотят они знали что он не добьет 3 хп остается у барака все просчитано дубу получил найтмар сема уходит у семы есть форстаф я видел что у джаггернаута там три с половиной почти там три двести золота тут конечно паша может он волен выбирать чё ему тут больше хочется купить он вообще в таком билде в таком билде джаггернауты берут блин дайгер вот как бы это смешно не казалось но тем не менее вот когда джаггернаута покупает фэйзи манту блэйд фур или там фэйзи сэнчендьяшу блэйдфурь они впоследствии покупают блин вот но здесь конечно важно чтобы если ему надо убивать врагов а тут надо просто вышка ломать это идея до такой ситуации конечно бабочка интереснее может быть и вот паша бежит очень неприятный но вот видишь не не дали ворваться до ульты теперь ульта есть три гернаута и причем она штанство уровня наконец-то она относительно быстро колдауниться теперь было 20 секунд меньше жильяшка является гиппом выпиш блин даггер купил можно было бабочкой нас придерживается сейчас это то что забрать хватит денег на талисманов выезжает а это по сути главный здесь артефакт потому что в эрфу контрит геракоптера контрит садарского кандрит ну и сильно такой это который вот тебе помогает будь они убрать или иначе вот так да да с ради решил приобрести но в том числе не тоже тоже а это хорошо п до замедление сверки за 5 же гернаута когда мы подрезали перестал мочь делать разницу на спиде большую то есть раньше ты получал с моментом 30 процентов и джигернаут бегает и у него 522 и ты от него не можешь убежать иначе собирается шуя шурму феном и совсем видо начиналось вот сейчас мы он подрезан он не собирают а хочется бы ты бегал быстро врагу медленно и поэтому собирают попадают на мага но то поддержка все-таки есть влетает дубу с крашем с амплифай дэмэджем добиваешься паренька заюзал паша ультимейт свой не пожалел его нет смысла жалеть здесь нужно разбегаться и не пип потому что хотя куо с дабл дэмэджем шокол шот не попадает а вот как раз таки съема за слейер попадает правда здесь есть порев у которого похоже вакуум еще в кул да у не добыл плюс у него нету ман и рубик ворует финс гриб работает вард финс гриб идет пашу в ответочку паша не может дамажить но эмпи не имеет достаточно демоджи ровно как вин рейджер поэтому это драк скорее всего проиграно уходит телепортный гирокоптер пытается забрать форева здесь у которого куда унес уж он на последнем издыхании там поднял руки чтобы этот суд закастить но было уже слишком поздно его уже забрали так и да и спасли свой гем который выбили все мы в этот момент когда все мы все-таки погиб там был гем но удалось его за протекти поэтому остался увижу у веги и теперь они вот могут плате поломать все ворды какие найдут на карте с похоже на нее это уже сделали и западить полный контрол и эти паника ведут по экспе ведут по карте ведут по вышкам ведут докупить кит полезный на экстра шатна забрать его можно заходить на хайграунды джиггернаут отправляется на вражеских хендшинтов и просто их забирает уже который раз удобно когда тебе стакают да 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 не стакает твоя команда хотя кстати команда паши нет она стаками не занимается грибзы появляются у дарксира айтем в общем-то неплохой но опять-таки тут дизайбл особо ты нету который можно на себя сбрасывать просто есть деньги почему мы не купили да 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 рошана выходят вега и они этого рошана очень быстро заберут даже при желании мне кажется mbp не смогли бы там подраться хотя не стоит недооценивать тяжку со стенки от дарктира но слишком уж быстро падает рошан слишком 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 быстро тема ждет удобного момента аэгги забирает джиггернаут и похоже сейчас будет атака там есть блиндагеры прыгает маг на акуа отсюда уже никуда не денется слишком поздно подошли игроки команды мбп то есть они вот ну не рыба не мясо получилось они вроде бы пришли на рошана влететь в рошпит когда вега-сквадрон были там первом или там вчетвером не получилось прокаста не дали еще и убежать не успели то есть хуже просто не может быть чем это четвертая игра в которую то они идут за чем-то на рошана когда не могут там победить или поздно приходит или как-то так и вот хотят они подраться но не могут да вот у них что перед идущий пик что вот этот вот пик он реально неплохо приспособлен для того чтобы рошана забирать и вот в таких ситуациях когда-то вроде бы чуть хуже отстоял на линиях чуть хуже себя в гейме проявил даже несмотря на то что тебе гирокоптер черт побери ты можешь вот за счет смока сделать какой-то хитрый ганг убить одного или даже лучше двух героев команда соперника и впоследствии просто выйти на рошана и там минутки на 15 на 20 сопернику в таком числе на меньшинстве он тебе ничего не сделает пока тараша на этом убиваешь и мы видим то что вторую игру подряд обладает пиком способен подобную стратегию реализовать но второй раз подряд у них не получается это делать и сейчас когда у вега имеется эдис на джиггернауте есть стадии есть вот блин сейчас может быть паша прям ворвется не нибудь про вас будет просто покусить будет просто покусить вытачку похоже работает сигил шокол шот связывает вайперов вайперы бкб меком антой тоже бояться в общем-то ничего прожимает ваша манты начинает погусить на лишний варак ну тут надо как-то десать я не знаю гирокоптер с кулдауном врывается массы не узнает свой ульф дубу умирает он не слэш по всем порем в таверне соло получает не имеет от своего собственного можно сказать бейна который отдал кинс гриб рубику но здесь это уже не имеет никакого значения потому что паша порода вот работает скадет и слишком быстро за счет вот всего того что у него есть действительно здесь еще не микро работают по моему вега просто уже давят не боятся своего соперника не берутся по т4 в сторону забрали траги поделали три к одному айгис не айгис даже не разменяясь по прежнему по прежнему идти до купите ты мы заработанные честным трудом проблему глюков дай повязали между собой не погалдел у нас с тобой графики красивого до 25 стремятся в сторону веги совсем много это эксперт 25 медальки появляются причем сразу же две что на бы и не что он тускаре еще без мастера любит у нас покупать медаль ты маг кстати похоже начинает приобретать репрессер надо вообще открыть артистику с артефактами посмотреть у кого что есть потому что прокликивать не успеваем у виндрейджер аганим блин дайгер рубик форста хочет сделать до актера с блинком гирокоптер начинает делать мкб у него с инженрияша доминатор ну мало в общем слордара тоже это кстати говоря у слордара почти форста я для саппорта сандары очень неплохо смотрится к тому же к тому же у него 7 смертей всего лишь один фраг и mvp отдали во все что только можно в этой игре они отдали уже там все вышки да сами вышка не конечно тоже позабирали 4-3 но умирал действительно слордар очень часто учитывая то насколько тяжело ему себя проявить в этой игре тут все-таки до фарма него наверное достойный для 33 минут правда что это меняет нет это в общем-то ровным счетом ничего потому что чтобы драку выиграть мвп нужно идеально дать свой прокаст просто идеально нужно чтобы вылетел дарксир поставил стеночку дал вакуум туда же залетел слордар ну и все в этом духе чтобы колдаун попал как надо бкбшки там пока что мы видим только на вайпере вроде как блэкингбар ребята нападают на миличный барак и они двигают патрон вот примерно вот так вот надо сделать не знаю получится ли как-то продолжить раку убивают очень быстро пашу паши есть аегис бейна уже убили прорс воровал рубик и еле-еле живой уходит из драки но приходится ему скорее всего здесь выкупать куда он покупает слэшки очень много дэмэджа прорат рейзона отворованный но даже идеальный прокаст не помог комбирую тут они конечно молодцы их можно только похвалить потому что они ну дали свой прокаст идеально в последний раз и ничего не вышло тут уже их не упрекнуть и это гг20 это гг20 и вы увидите с тобой завтра ну в общем то да будто не играть с проигравшей командой они будут до играть с проигравшим пары эмпайр против 4 сел этот матч будет очень очень напряженным сколько клевера наверняка хотят отомстить за свое поражение и на Ландонале в Бильнюсе, и на Дримлиге, когда они Империи проиграли обе встречи. Вот у них завтра будет возможность...